Люди хрен на блюде, как любил говорить мой мастер в столярном училище. Ну и не это лицей, конечно же. И эта фраза, она вот настолько плотно села в мою мозгу, что я сам ее периодически произношу. Еще у него была одна любимая фраза «Родина ждет героев, матери рождают дебилов». Тут на ум приходит один небезызвестный в интернете персонаж и вам, и мне, который обычно употребляет это слово с приставкой малолетней. Ну, в общем-то, речь про закопанные дома. Дело в том, что это очень практично, как мы знаем. Дом сначала закопать, а потом его обживать. В закопанных домах жила практически вся Европа. Бывал я в таких вот, например, в городе Парижа. Идешь по старинной улице и находишь дом закопанный, потому что надо зайти прямо вот аж в подвал. Там изначального уровня. Есть такие закопанные дома и в Москве. Откуда это все происходит? Происходит это от того, что у некоторых просто глаза на попе. Вот, например, находимся мы с вами в Староколпачном переулке в городе Москве, столице нашей Родины. И за спиной у меня усадьба анучина-тверетиного тембоза. Ну, он, конечно, такой же тембоз, как и я, Зильбернштейн. Он тембозян на самом деле. Ну, это нормальная была практика. Вот я там на экскурсиях рассказывал про трагедию в семье Тарасовых, которые были тарасянами. Ну, или вот известный персонаж Лазарев. Церковь у нас есть. Армянская прямо на Невском проспекте, в Петербурге на этот раз. Лазарян, который был изначально. Ну, и так далее, и тому подобное. Художник Айвазовский и, в общем, все остальные прекрасные люди. Но суть-то не в этом. Суть в том, что дома вообще в Москве, надо сказать, и я покажу это в дальнейшем, например, еще одной усадьбы Станиславского. Ну, как Станиславского, он там потом поселился. До этого она, конечно, была никакой не Станиславского усадьбой. Дома вообще в Москве очень часто и в 19-м, и в 20-м веке выглядели как типичные постройки этого самого века 19-го. Ну, то есть стоит такое штукатуренное здание, вполне себе классической, псевдоклассической формы, не очень изысканной. А начинают приступать к реставрации, тут бац, открывается, что они оказываются построены на основе палат там 17-го, иногда даже 16-го веков. Ну, и, в общем, шок, сенсация и так далее. В общем, таких домов в центре, ну, огромное количество. Я думаю, что даже не все архитекторы и реставраторы знают про все скрывающиеся за фасадами сюрпризы. И как бы, если смотреть на это здание вот с этого ракурса, то, в общем-то, ничего необычного. Но вот здесь как раз была проведена реставрация, и был вскрыт начальный уровень земли, и если мы внимательно на него посмотрим, тут, кстати, есть еще масса интересных деталей и связи все те же самые, я вам сейчас это покажу, то мы увидим, собственно, то, где этот дом стоял изначально. Стоял он вот здесь. Это уровень Москвы примерно 17-го века. То есть целая лестница ведет вниз, и вот он уровень культурного слоя раз, и осадки, которые подвергалось данное здание, два. Если мы вернемся на прежний современный уровень, то увидим, например, петли, на которых держалась дверь. Вот видите, как она ушла в землю. А вот эта связь, и более того, видна даже металлическая пластина, идущая вдоль как раз этой утопленной двери, которую данная связь держит. Если мы пройдем дальше, то увидим оригинальную кладку над окнами. Еще одну связь. Ну, они нужны были для того, чтобы скреплять здание. Это не исключительно какая-то русская технология. Это применялось и в Европе, и много где. Ну и сейчас это здание опять в лесах, его опять ремонтируют, поэтому я успел заснять летом его до начала данного процесса. Его точный адрес, колпачный переулок, дом 3, строение 2. Почему же так происходит? Давайте зададимся этим сложным вопросом. Ну, наверное, потому что есть две тенденции. Дома оседают, культурный слой поднимается. Это очень сложно для восприятия некоторых. Это мысль, фактически не умещающаяся в мозгу. Гораздо проще представить, что да, действительно, предки были настолько тупыми, что строили дома изначально закопанными. Это мы сейчас просто кладем с интеллектуальной мысли поколения, так сказать, айфонов. Какие глубокие вещи пишут в комментариях порой. Читаешь и думаешь, боже, Достоевский рядом не лежал. Поэтому, естественно, бытуют подобные мнения. Но на самом деле вот таких домов в Москве, ну, я не могу сказать, что полным-полно. Но если походить, внимательно посмотреть, они есть. И один из них я вам сейчас покажу, поскольку я его показывал, собственно, и на своих экскурсиях. Вот этот дом в Леонтьевском переулке, дом 6, который изначально принадлежал некому Хлопову. Ну, а потом, как вы можете видеть, и по мемориальной доске, и по плакату специальному сюда заселился Станиславский. С виду типичный особняк 19 века, штукатуренный, с рустованными воротами. Но вот сейчас мы проедем внутрь. Проедем, потому что я на себе маленькую велосипедику. Конкретно этот у меня украли. Это уже шестой велосипед, который у меня украли. Но я стоически подхожу к этому вопросу. И здесь внутри перед нами открывается совершенно необычная картина. Ну, во-первых, опять-таки, смотрите, закопанный дом. А, во-вторых, обратите внимание, какой он. То есть при реставрации была раскрыта штукатурка. И тут вдруг выяснилось, что, оказывается, это палаты 17 века. С филенчатым фризом, наличниками, маленькими окошками. И даже вот вязи торчат по углам. И глядя с улицы, мы бы сказали, что ему лет 200. А по факту ему все 400, если не 500. Станиславский, кстати, он же Алексеев, никогда не мешал бизнес и искусство. То есть, когда у него были проблемы в театре, то ему помогали кто угодно, только не он сам. Не знаю. Савва Морозов дал 30 тысяч. Нет, 30 тысяч это дал Тарасов. Это дальше. Савва Морозов дал деньги на постройку, собственно, театра по проекту Шехти. И Шехти, кстати, бесплатно сделал проект. Это в Камергерском переулке знаменитое здание. А вот когда они выехали на гастроли, и у них там был полный вообще провал с посещаемостью, вот тогда, собственно, Тарасов, он же Тарасян, через своего приятеля Балиева подогнал ему 30 тысяч. И, в общем-то, безвозмездно. А сам Станиславский из кассы своих производств никогда денег не брал. Понятно, что он там был не единственным владельцем, у него были акционерные общества, как сейчас назвали бы. Но, тем не менее, как вы понимаете, можно было бы подсветиться и вынуть какое-то количество бабла на театр. Но нет. И перед самореволюцией там прошла реструктуризация всего бизнеса, потому что до этого они вообще выпускали золотые нити. То есть это еще со временем Екатерины Второй тянулось, когда вот это все, вот эти придворные одежды, да, золототканные ценились. Что сделал Станиславский? Он наладил производство, собственно, электропроводов. И вы можете себе представить. Вот мы как бы знаем о наследстве Станиславского в виде вот этого МХАТа. Вот Камергерский, МХАТ, Чайка, траля-ля, он, Немирович, Данченко, бла-бла-бла. Но мы не знаем еще про одно из главных его наследств, которое существует до сих пор. И на официальном сайте этого наследства прям вот прямым текстом об этом, собственно, и говорится. Добро пожаловать на сайт завода электропровод в Подольске, где в одном из разделов говорится, что сам завод существует аж с 1785 года, когда здесь была основана фабрика волочения золота и серебра. Ну, собственно, вот то, о чем я и рассказывал. И с 1892 года по 1917 заводом руководил КС Станиславский, ну, в миру Алексеев. И непосредственно под его руководством был даже построен кабельный корпус. Вот вам и театр, вот вам и МХАТ, вот вам и система Станиславского. Как говорится, а мы-то и не знали. Так что такая была многогранная личность с деловой хваткой и при этом с потрясающим художественным даром. Ну, вот тот редкий случай, когда ты и менеджер, ты и творец. Такие, которые не ценятся. Уже под старость, когда у него было плохо со здоровьем, он вот сюда, во двор ему выносили столик, он садился. И, собственно, вот этот вот особняк, он долгое время не хотел снимать. То есть советская власть, она лишила его своего собственного жилья на Садовом кольце. Есть, кстати, книга в этой серии, которую я прочитал, из которой, в общем-то, ни строчки не расскажешь на экскурсиях. Но при этом он настолько вот себя зарекомендовал, что ему предложили выбрать особняк. И он, когда приехал сюда, в Леонтьевский переулок, он отказывался брать конкретно этот, потому что напротив находился особняк, где жил его прямой родственник, тоже Алексеев, городской глава, один из самых выдающихся вообще, ну, по-современному говоря, мэров города Москвы, который был застрелен у себя в кабинете сумасшедшим. Это был совершенно какой-то вот такой бытовой теракт, отдельная история, сейчас ее не будем касаться. И, ну, памятуя об этом, Станиславский долгое время отказывался брать этот особняк. Но когда он посмотрел, какой там есть зал, какая у него акустика, он сдался и сказал, ну, хорошо, здесь я поселюсь. И вот здесь, собственно, он и поселился. Если мы вернемся в Леонтьевский переулок, то и увидим как раз дом номер 9, где жил Николай Алексеевич Алексеев, двоюродный брат Станиславского. Убит он был не здесь, а в здании городской думы. Ирония заключается в том, что именно по его инициативе в Москве, наконец, был построен первый псевдом, известный как больница Кащенко, и именно от руки психота он и погиб. А далее как раз таки стилизация, на самом деле, архитектора Эриксона. Это кустарный музей Сергея Тимофеевича Морозова. Здание начала 20 века, хотя не подкованный глаз решил бы, что оно века 17-го, но, как мы понимаем, в 17 веке таких больших окон быть не могло. Согласно некоторым данным, именно в этом кустарном музее впервые была экспонирована такая игрушка, как матрешка. Ну а совсем позади такое же стилизованное по старину здание типографии Анатолия Мамонтова и уже совсем не стилизованное здание телеграфного агентства Советского Союза. Вот еще, кстати, характерный дом на Петровском бульваре. Наши предки не только закапывали дома, они их еще изначально строили кривыми. Посмотрите, как он изогнут. Ну то есть вот эта неподвластная мысль об оседании домов в землю, она находит свое явное подтверждение, просто если разуть глаза. Поскольку кирпичная кладка имеет определенную эластичность, то дом мог оседать неравномерно. Это, конечно, сказывалось на дверных косяках и оконных проемах, но, тем не менее, он, как вы видите, стоит до сих пор. И несмотря на оформление 19-го века, я больше чем уверен, что это строение века еще 17-го. В Москве есть уникальный уголок, это Константинопольское патриарше-подворье, построено по проекту архитектора Сергея Родионова в таком нео-византийском стиле. Мало того, что здесь живут сильные и независимые женщины с неотъемлемым атрибутом в виде огромного количества кошек и котов, так еще и стены повело не на шутку. Но здание из кирпича, а кирпич все стерпит. Рядом церковь Сергия Радонежского, что в Крапивниках. И посмотрите, как глубоко строили изначально этот храм, который, кстати, был впервые упомянут аж в 16-м веке. Но судьба всех церквей, она одинаковая. Сначала их строили деревянными, потом в какой-то момент они сгорали, их перестраивали в камни, потом они опять сгорали и их перестраивали уже согласно моде там какого-нибудь 18-го или 19-го века. Соответственно, несмотря на то, что вид у храма такой барочный, но не пышный барочный, как, не знаю, там Зимний дворец, а более строгий барочный, тем не менее, данная культовая постройка древнее там какого-нибудь храма Христа Спасителя в несколько раз. Более того, если разуть глаза, то мы увидим начальный уровень города даже в Петербурге. Только для этого надо туда перенестись. Но поскольку вы имеете счастливую возможность это сделать в лице меня, то сейчас я вам прям продемонстрирую, что, где, когда, почему и как. Это Петропавловская крепость, проход через Невскую куртину, через Невские ворота, где показан изначальный уровень города и, что характерно, показан уровень самых катастрофических наводнений. Можно понять, почему они были так страшны для местного населения, потому что, ну, вода действительно покрывала вас с головой, а самое главное, проходили они в такие месяцы, как октябрь и ноябрь. А поскольку народ еще и тотально не умел плавать практически поголовно, то сами можете представить, чем это все оборачивалось. Но главное, посмотрите, как низко я пал в буквальном смысле этого слова. Я стою на начальном уровне города. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к аудитории. Я смонтировал уже давно проведенную методическую экскурсию для студентов школы English First на английском языке по Петропавловской крепости. Если среди вас есть желающие, кто может это перевести, а самое главное, подставить субтитры туда, интегрировать субтитры и прислать мне, я буду вам крайне признателен, потому что я уже знаю Папу, то если я выложу эту экскурсию только на английском языке, то в комментариях начнется ад и коррупция. Кстати, этот Тверетинов, которого тогда еще называли Еретиновым, потому что, можете себе представить, он принял протестантизм, это в те-то лихие гада, и более того, там разработал свою прям такую концепцию религиозную, начал ее проповедовать, ну, огреб, естественно, за это, простил его никто иной, как Петр Первый, потому что он, в общем-то, о людях судил не по их вероисповеданию, а по тому, что они себя представляли. А он был, как говорили тогда, доктор, доктор, главный врач московской аптеки, и вот видите, как неплохо жил доктор в те времена, имел свой дом. Ну, кстати, докторы неплохо жили точно так же и в 19 веке, водил, я точно так же показывал ряд зданий, которые принадлежали врачам. Частная практика процветала, и за визит можно было, в общем-то, с богатых людей сгребать нормально баблишко. Очень в кассу данного выпуска будет моя лекция в Нижнем Новгороде 12 октября в 18.00, Монферран против рептилоидов. Это еще одна больная тема про то, что не могли мы ни колонны поставить, ни соборы такие возводить и так далее. В Москве в воскресенье 14 октября в 15.15 состоится последняя экскурсия в этом сезоне. Встречаемся на Триумфальной площади возле памятника Маяковскому и далее Булгаков, Шехтель, Гончарова, если дойдем до Леонтьевского, в чем я не уверен, расскажу еще про пару терактов. В Петербурге 21 октября будет экскурсия убийства Плеви и кровавое воскресенье. Поскольку все это происходило в районе обводного канала, я прям-таки покажу вот конкретно где. Например, данное фото сделано как раз-таки возле того самого моста, где Плеви и убили. Экскурсионный сезон мы закроем 27-28 октября в Петербурге, а уже начиная с 3-го, 4-го и далее следующие выходные начнется лекционный курс. Первые лекции состоятся в Москве и Петербурге как раз-таки Монферран против рептилоидов, а потом будет лекция Горький против большевиков. Анонсы появятся чуть позднее, а ссылки вот на предстоящие мероприятия, лекции в Нижнем Новгороде, экскурсии в Петербурге и Москве есть в описании под этим выпуском. Записывайтесь, приходите, оставляйте комментарии и увидимся с вами.